28 обстрелов, один военный ранен. На Луганском направлении запрещенного оружия противник атаковал Зайцево и Луганское. Из тяжелой артиллерии боевики обстреляли также защитников Широкина. Из гранатометов и пулеметов били в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки и Лебединского. Наш военкор Игорь Левенок расскажет о ситуации на передовой. При Азовье, южный участок фронта, позиции вооруженных сил в районе села Толоковка. Марпехи говорят, пасхальное перемирие здесь превратилось в побоище. Каждый день обстрелы, стрелковое оружие и гранатометы уже привычно, но враг применяет и орудия запрещенных калибров. Артиллерия работала вчера. Вчера вечером она больше часа при ней работала. И очень даже усердно так. Снова под огнем оказались мирные жители. Вечером оккупанты накрыли из крупнокалиберных минометов село Лебединское. Осколки от мин перебили электролинию. К счастью, никто из людей не пострадал. Наши два прихода 120-й амина, как сказали специалисты. Вот, 50 метров до жертвого дома. А это уже позиции наших армейцев в Поддонецком. Пески. Противник не успокаивается. Минометный огонь, танки и артиллерия. Солдаты говорят, вот такая вся пасхальная неделя. Мина бывает, мины 83, но часто бывает 120-й бьют. Пасха, праздничное настроение. Конечно, все домой звонят, общаются с родными. То есть, действительно. Дождемся сейчас, конечно, да. Ну, будет команда, будем работать. Без команды не работаем, только наблюдаем. Район Авдеевки тоже одна из самых горячих точек. Орудия крупных калибров здесь тоже не утихают. А в поселке Каменка вражеская группа попыталась даже атаковать наши позиции. Завязался бой. И мы отстреливались. И, скорее всего, что они, ну, несли потери, я так думаю. И решили ответить нам уже по-крупному. Потом пошли СПГ, БМП, 120-й мини, близко 10-й годы вечера. В связи с такими обстрелами представители АБСЕ уже заявили, пасхальное перемирие, которое по договоренностям должно было стать устойчивым и бессрочным, сорвано. С Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер.